Этот враг невидим, коварен, нападает на самых слабых и маскируется под обычную простуду. Первыми в группу риска попадают беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети и те, кто пренебрегает простыми правилами профилактики. Самостоятельно распознать вирус не получится. Все симптомы, как у обычной простуды, но высокая температура появляется сразу и надолго. Главное отличие H1N1 от обычного гриппа в том, что в случае неправильного лечения можно уже на второй день получить серьезные осложнения. Поэтому медики призывают не тянуть и при первых признаках сразу бежать в поликлинику. Раннее обращение к врачу, уточнение диагноза, лечение своевременно эффективными препаратами, повторяю, раннее обращение и назначение ранних, высокоэффективных препаратов в ранние сроки болезни. Это одна из существенных мер профилактики возможных осложнений, которые могут быть в первую очередь у пациентов ослабленных. Чтобы не заболеть, медики советуют избегать большого скопления людей, носить медицинскую маску, как можно чаще мыть руки и несколько раз в день протирать дезинфицирующей салфеткой предметы, которые часто держим в руках. Пульты, телефоны, очки, компьютерная мышь и клавиатура – все это требует обработки. Вирус проверяет на прочность наш иммунитет, поэтому в первую очередь все силы нужно бросить на его укрепление. Здоровое и качественное питание является залогом хорошего самочувствия в период вирусов и инфекций. Пища должна быть балансированной по всем элементам, белкам, жирам, углеводам, обогащена витаминами. Прием природных фитонцидов также поможет повысить защитные силы организма. Это и клюква, и капуста, и лук, и чеснок, дополнительные витамины. Об эпидемии гриппа в регионе речь пока не идет. Количество заболевших увеличилось, но пик заболеваний, как говорят специалисты, придется на конец января и февраль. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани на сегодняшний день выше эпидемического порога на 7%.